Рецепты по-русски Мелко порежьте овощи для салата или нарежьте мясо кубиками. Посмотрите на видео Режем пластинками. Режем кубиками. Следующий глагол Взбивать. Взбить или отбивать. Мы употребляем глагол Взбивать и взбить, когда говорим о яйцах или о сливках. И отбивать, отбить, когда мы отбиваем мясо, например, курицу. Какие бывают варианты в рецептах? Например, Взбейте яйца с молоком и сахаром. Или хорошенько отбейте курицу. Следующий глагол Добавлять, добавить, класть, положить. Они похожи по употреблению. Например, такие варианты. Добавьте масло или положите фарш в миску. На этом видео мы сначала кладем тесто, а потом добавляем яблоки, чтобы получилась шарлотка. Солить, посолить. Перчить, поперчить. Добавьте соль и перец по вкусу. Или, например, посолите рыбу. Солим. Перчим. Мешать, перемешать или смешать. Например, тщательно перемешайте все ингредиенты или смешать все ингредиенты. В этом видео мы мешаем муку с молоком. Жарить, пожарить или обжарить. Можно жарить на медленном огне, можно обжарить с обеих сторон. Например, как на этом видео, мы жарим свинину на сковороде. Варить можно сварить или отварить. Например, варианты в рецептах сварить и макароны в соленой воде или овощи отварить до мягкости. В первом видео мы варим клубничное варенье. А во втором видео мы варим пельмени. Следующий глагол тушить или потушить. Обычно этот глагол употребляется, когда мы говорим об овощах. Или, например, когда мы тушим картошку с мясом. Например, потушите овощи, как на этом видео. Тушим капусту. Дальше печь, приготовить в духовке или испечь, запечь, выпечь. Примеры. Испеките печенье при температуре 200 градусов. Или пеките блины на специальной сковородке. На первом видео мы печем печенье. На втором видео мы печем блины или выпекаем блины. Переворачивать, перевернуть. Когда наша еда готова с одной стороны, мы ее переворачиваем. Например, мы переворачиваем котлеты. А теперь давайте я вам прочитаю рецепт пирога шарлотка. Вы его послушайте и постарайтесь понять. Нам будет нужно 4 яйца, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 4 средних яблока. И для того, чтобы получился пирог, нам нужно почистить яблоки и нарезать их пластинками. Положить форму, смазанную маслом. Отделите белки от желтков и взбейте белки с сахаром. Аккуратно добавьте муку. Перемешайте, выложите в форму и пеките в духовке при температуре 180 градусов Цельсия 30 или 40 минут. Следующий рецепт это рецепт салата оливье. Нам нужна будет ветчина, картофель, морковь, яйца, лук, огурцы соленые, горошек зеленый, майонез, соль и перец. Вам нужно будет положить овощи в кастрюлю, залить водой и варить до мягкости овощей. Готовые овощи остудить. Сварить яйца, остудить и очистить. Яйца и лук мелко порезать, овощи и ветчину порезать небольшими кубиками. В миску положить овощи, ветчину, зеленый горошек, лук и яйца, немного посолить и поперчить, добавить майонез, перемешать и подавать к столу.